Артур Зарейпов, башкирский общественный деятель, с нами на связи. Артур, приветствуем вас. Доброе утро. Действительно, знаете, если бы, я скажу как есть, и мы с вами реалисты, я думаю, Артур, вы точно так же, было бы, если бы никого не задерживали, то это было бы более удивительно, правда, после акций протеста, в особенности, если вспомнить еще Баймак, где поднимался дрон, да, где поднимался дрон, и понятно, что фиксировались лица, фиксировались изображения, достаточно четкие могли быть, и точно так же и в Уфе, я думаю, работает система распознавания лиц, и я все время вспоминаю эти видео, которые можно было увидеть уже из Уфы, где вышел представитель органов, и что он там сказал? Лучше не вступайте со мной в полемику, а разойдитесь. Вот не вступайте в полемику, кто вступил, я так понимаю, или не просто в полемику, даже тот, кто кидался снежками, и сегодня получают решение судов и так далее. Это было понятно, и мы об этом с вами поговорим. Я хочу, Артур, у вас спросить, что сейчас происходит? Есть ли у вас информация о том, что, возможно, в ближайшее время опять жители Башкортостана будут выходить на улицы? Либо же все-таки, скажем так, это такого локального характера акций протеста, что, в принципе, информации как таковой нету. Вот мы сегодня об этом можем не говорить, но это не означает, что после обеда, условно, там в каком-то населенном пункте Башкортостана люди не выйдут и не будут высказывать свое мнение. Да, я конкретно не могу говорить о том, что что-то будет происходить, но есть очень большое негодование по отношению к тому, что сегодня делают власти. Сегодня тоже последняя информация. На следующий день около 40 человек было задержано. И есть задержан такой, как Илдаш Тимирбаев. Это является он одним из тех, кто ведет канал Алга Башкорт, Алга Башкортостан, перед Башкортостан, где он, собственно, и оповещал новости о тех событиях, которые происходят в Башкортостане. Вот, к сожалению, все протесты, которые происходили, они более локальны. Но по отношению, мы видим, что наши братские народы также выходят и протестуют, но эти протесты очень маленькие, то есть это более как поддержка нашего народа. Нас поддерживают многих, и не только касательно Башкортостана, также и башкирии, которые находятся за рубежом, и также и других братских народов выходят с пикетами в поддержку Башкортостана. Вы правильно заметили, что на сегодняшний день около 40 человек задержаны, и проходят массовые аресты. Также, помимо того, как после людей задерживают, и на них пытаются инкриминировать, на некоторых из них уже организации этих массовых арестов. Это уже другая статья и совсем другие уголовные дела. И мы сегодня ожидаем, что власти придумали новый метод борьбы, как раньше это было, экстремизм, терроризм, то на сегодняшний день они пытаются это связать с Западом, с Америкой, и пытаются объявить простой народ, который вышел против несправедливости в сепаратизме. Артур, сейчас прочитаю информацию с телеграм-канала, она не подтверждена в общем. Конечно, силовики Башкортостана не будут это официально сообщать, но вот хочу с вами обсудить. Кремль планирует жесткую деноцификацию Башкортостана, об этом пишет телеграм-канал «Старший прапор» со ссылкой на источники, некие источники среди башкирских силовиков. При этом некоторые из них уже негативно настроены к центральной власти. В частности, будет пересмотрена школьная программа в республике, чтобы уменьшить изучение местной истории. Также местные власти получили распоряжение демонтировать памятник Салавату Юлаеву в Уфе, ибо он является одним из ключевых символов национального сопротивления Башкортостана. Честно говоря, про памятник я не верю, потому что это совсем за гранью, и это уж точно надо быть самоубийцами, чтобы тронуть память о Салавате. И я видел этот памятник, это такая архитектурная доминанта Уфы, что это будет просто, ну, очевидно, каждому человеку, что происходит преступление. А если говорить действительно о более тонких, скажем, вещах, которые, скорее всего, все-таки будут происходить, расскажите, во-первых, Артур, про закон о национальных языках. Очень мало кто знает о том, что с недавних пор изучение национальных языков не обязательно в национальных республиках. И что вот с историей? Ну, вот как вы думаете вообще, будут ли какие-то такие антинациональные действия в Башкортостане? Вообще, там как раз-таки, которую информацию вы говорите, я тоже эту информацию опубликовал от инсайдеров, да, так как эта информация ходит, и она актуальна, да. Изначально эта политика ведется уже давно, и там говорится от инсайдеров, от тех, кто тоже является, как сказать, башкерами, да, те, кто видят то, что происходит на верхах, и узнают об этом, и они пытаются предупредить народ, сообщают о том беспределе, которое намечается произвести в Башкортостане. Смотрите, это уже ведется не одно десятилетие, там говорится именно об ужесточении мер. Я, если говорить обо мне, то мой личный опыт показывает о том, что историю сегодня очень тяжело изучать, то есть если мы изучаем историю Башкортостана, тот же Салават Юлаев является врагом и разбойником, и экстремистом, который вышел против царя, да. Хотя в Башкортостане для нас это национальный герой, который воевал за освобождение Башкортостана. Вот, что касается истории, то, конечно же, они сегодня стараются максимально прикладывать усилия, чтобы подменивать понятия, подобно тому, как они подменивают понятия, то, что война в Украине – это не война, это СВО. Таких подобных случаев очень много. Что же касается родного языка, то это наш язык на грани исчезновения, то есть если еще 30 лет такой подобной политики, то нашего языка уже не останется, об этом говорят уже многие, да, и, собственно, и эксперты, и филологи, и те, кто занимаются национальным движением, тоже об этом заявляют. Вот, и еще к тому же башкирский язык сегодня – это необязательный язык, он не используется, то есть как деловой язык он уже давно утерял свою силу, да, то есть если люди приходят на работу, в учебное заведение, я в свое время, когда учился в учебном заведении, да, если мы хотим разговаривать на башкирском языке, то нету никаких к этому условий, то есть не только даже условий, даже бывали случаи, когда за башкирский язык, когда люди хотят, в каких работах, в каких-то учреждениях, то их могли за это уволить, да, вот. И помимо того, что не делают никакие условия, также это специальная полномерная политика России по тому, чтобы стереть. То есть они, Россия всегда, в каждом, это не только нашего народа касается, да, в каждом народе она действует одинаково. Любой оккупированный народ России, она изначально стирала ихнюю идентичность, их историю, их язык, да, и постепенно народ забывает, кто он есть, и, собственно, что сегодня происходит. Люди, которые выходят на эту войну, они не понимают, кто они на самом деле есть, да, вот, мы знаем немало примеров того, что есть ребята и среди башкир, и среди других национальностей, которые не понимают, кто они есть, они могут заявить о том, что они русские, да. Это, собственно, плачевный, к сожалению, для нас результат именно действия властей по отношению к нашему народу. Вот тоже интересная такая информация. До 23-го года, до октября, ФСБ, управление Федеральной службы безопасности по республике Башкортостан возглавлял Юрий Серышев. Он отправлен в отставку, и с октября ФСБ в Башкортостане возглавляет Игорь Кочнев, который до этого возглавлял ФСБ в Чеченской республике. Я немного знаю ситуацию на Северном Кавказе, в республиках Северного Кавказа. Как правило, на все важные офицерские должности в ФСБ, в прокуратуре, в антитеррористическом комитете занимают русские, русские по национальности люди. А какая ситуация в Башкортостане, вот в этих силовых структурах? Там есть башкиры? Вот как раз-таки я, собственно, я сам был задержан в свое время сотрудниками ФСБ, меня обвинили в терроризме за мою политическую деятельность. Потом я покинул и являюсь простительно убежище. И это я являюсь прямым свидетелем того, что творится в ФСБ. То есть я об этом тоже говорил изначально. ФСБ, структура ФСБ устроена так, что они к себе, к примеру, в Башкортостане, они в ФСБ, в структуры, они в башкирах туда принципиально устраивать не будут. Они всегда делали так, что меня задерживали там буряты, ну, с других народов, представители, да, ну, с других национальностей. И всегда ФСБ делало так, что и на руководящие должности, и также более даже низкие, да, какие-то должности, они ставят в основном или с Течни. То есть, к примеру, у нас Центр противодействия экстремизма, который был в Уфе, и есть в Уфе, да, он долгое время руководился представителем одним из чеченцев, да. То есть, мы ни в коем образом не имеем ничего против чеченцев, но всегда власть так делает, что, к примеру, башкира отправляют в Крым, чтобы они какое-то что-то делали, а если в нашу Башкортостану отправляют представители других наций, специально делается для того, чтобы и образовать какую-то рознь, да, так как можно представить, как «вот, меня задержал Бурят», к примеру, да, это специально делается российскими волосами. И, конечно же, своих туда ставить не будут, так как могут быть между башкирами еще свои отношения, это и национальные, и религиозные, а могут быть определенные чувства, и своих целей таким образом Россия может не добиться, да. Из-за этого это их политика, они устанавливают в любом случае людей не нашей национальности, для того, чтобы, как бы, чужой человек, он и ситуацию не понимает, он и историю не понимает, и, собственно, и связей с народом у него никаких нет. Не жалея, если бы это был какой-то наш человек. И в последнее время, после того, как поменяли главу ФСБ именно в Башкортостане, он изначально, раньше, руководил ФСБ в Течне, и он начал подобную политику вести в Башкортостане. Это тот пример, когда задержали брата Руслана Габасова, да. Так как Руслан Габасов находится за рубежом, и чтобы на него оказать определенное давление, задержали его брата. В наше время это является, как бы взяли его брата в плен. И это определенная манипуляция с тем, чтобы он перестал свою деятельность, и чтобы он вернулся в Россию. В заключении хочу спасибо за ответ. Это очень интересный аспект, на самом деле. И последнее такое хочу спросить про очень близкий башкирскому татарский народ. И, как правило, ваши народы живут рядом. Много татар в Башкортостане. Есть башкиры в Татарстане. Почему они не подхватывают массово, скажем, это движение? И есть ли оно в Татарстане? Вот такого же подобного рода движения? По поводу близкости и близости, точнее, нашего народа, то мы очень близки, и наши языки на 80% похожи. В то время, когда Россия, царская Россия захватила Казань, очень большое количество татар бежало с Татарстана, да, и наш народ принял народа с Татарстана, с Татаром, и как бы поселил на своих землях. И на сегодняшний день 30% Башкортостана – это татары. Вот. Что касательно того, есть ли у них движение, и почему они не подхватили, то я скажу свое мнение о том, что так как это было все-таки выход и протесты, в первую очередь спонтанные, да, да, они копились, они копились долгое время, и произошло это событие, и люди вышли, да, это был протест более локального характера, и люди вокруг еще даже не понимали о том, что это произойдет. И это свидетельствует о том, что это никакое не иностранное влияние, да, и это не зубыгра, так сказать, как пытаются обвинить сегодня российские власти, да. Вот. Это был абсолютно протест местного характера, это прошел, вышел простой народ. И если мы берем сегодня Татарстан, то всегда, смотрите, Россия старается создать рознь между Башкортостаном и Татарстаном. Это во все время идет история России. Это всегда так было. И она развивает то один регион, говоря о том, что вот вы, башкиры, там отсталые, да, вот татары молодцы, к примеру, или они развивают башкиров и не дают развиваться Татарстану, да, и говорят, вот вы башкиры красавцы, ну, красавцы, а татары вы такие, отцелые. Они всегда так, между нами, всегда стараются между нами сеять рознь, да. И на сегодняшний день Татарстан один из тех республик, которые очень сильно, под очень сильным влиянием, он ближе находится к Москве, да. Вот, и я знаю, что есть движение, и также и национальное движение, и не только, да, в Татарстане. Также были попытки выхода к поддержке башкир, но силовики на этот момент, когда все это начало происходить, они очень сильно глушили связь, глушили телеграмм, ватсап, чтобы не было никакой коммуникации, да. Даже если было какие-то выходы в поддержку, а они были, да, но массовых протестов не было, то об этом максимально информации очень мало, об этом мы узнали об этом уже позже, да. И, собственно, и татары, и народ Татарстана не знал об этом выходе, о том, что происходило. Даже есть у меня некоторые друзья с Татарстана, они говорили, мы, говорит, открываем новости и видим все эти события, и с опозданием, да, что оказываются у вас там протесты. Артур, спасибо вам огромное за участие в нашем эфире, всегда вам рады в эфире информационного марафона на телеканале Freedom, башкирский общественный деятель Артур Зарипов был с нами на сайте.